Мы стремительно приближаемся к высоте 5800 метров, друзья. Глушители сознания, которые на этой горе расположены, пик депюр, нам не мешают. Посмотрите, поток 7,5 метров, 7,6 метров в секунду. За секунду поднимаемся на 7 метров. Что такое 7 метров? Это почти трехэтажный дом. Секунда-дом, секунда-дом, секунда-дом. Здравствуйте, приглашаемые любители ледных винных портов. Мы отправляемся на съемку супер-ролика. За нами конец Римптилоидер. И земля плоская. Друзья, вы видите это свечение. Вот она, вот она, опасная радуга. Вот такой же радугой прикрывали путь к аэродрому наш. Рептилоиды, но мы прорвались оттуда. Смотрите, друзья, гриб. Настоящий шампиньон. А может, это не шампиньон. А может, это рептилоиды прислали. А если они прислали, нужно съесть? Они думают, что я съем, а я не съем. Или съем? Они думают, я это не съем. Я это съем и стану сильнее. На, шампиньоны сырыми, кстати, можно полевые есть. Но об этом никто не знает, это секрет. Заговор. От солнца заходят твари. Вот они. Вот они, сволочи. Слетели. Атакуют. Вот что творится, друзья. Что творится. Вы посмотрите. Вьются. Вьются надо мной. Мне кажется, еще немного и будут атаковать. Вы представляете? Вот они, рептилоиды. За нами наблюдают. Надо скорее одевать шапочку. Алюминий с смазанной кровью единорога. Поэтому вот эта штука, она не подвержена никаким магическим влияниям, никаким токсионным полям, ионным атакам. Посмотрите, поток 7,5 метров, 7,6 метров в секунду. То есть мы за секунду поднимаемся на 7 метров. Что такое 7 метров? Это почти трехэтажный дом. Секунда, дом, секунда, дом, секунда, дом. Вот представляете? Ну разве это не магия? Ну это просто вот точно, совершенно точно магия. Ни к чем другим это быть не может. Поехали направо. Как ты думаешь, мой верный капайлот? Магия это или нет? Магия. Чистая вода. Чистая вода магия. Итак, мы набрали высоту 4557 метров. Нас пока вверх не тянет больше. Потеряем у него магию. Что-то у нас то ли с магическим газом заканчивается, то ли все-таки недостаточно хорошо держит излучение моя шапочка. Этилоиды атакуют. Не знаю, что делать. Мы попробуем от них оторваться. Новый план у нас. Раз нас больше здесь не поднимает, перелезать. И вот здесь у нас есть еще секретное место. Вот эта гора, куда показывает крыло, называется Пик Дебюр. Там стоят излучатели. Вот на этой горе стоят излучатели, которые как раз, возможно, используют рептилоиды для того, чтобы не дать нам подняться до высоты Небесной Тверди. Но даже отсюда, друзья, даже с высоты 4,5 километра, вы прекрасно видите, что какая земля, какой горизонт, такая земля. Посмотрите. Вот она вам, правда. Вот мы возьмем, может быть, 5800. Возможно, если нам повезет, если нам не отключат газ мыслящий, может, мы сможем вам выше показать. Но пока вот вам истина. Не может же айфон ошибаться. Посмотрите, как он ровно снимает горизонтом. Я сейчас попробую обойти вот эти излучатели, которые стоят на горе Пик Дебюр. Сейчас они могут нас поражать, потому что у них угол поражения определенный. А если мы выйдем почти над ними, то они нас достать не смогут, потому что лучи, которые не посылают, будут отражаться от Небесной Тверди и скакать вот так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И шансов, что они нас поразят, немного. Так что, друзья, продолжаем. У меня амулет. Святой Волк. На голове очень правильная шапочка. Это алюминиевая пудра, нанесенная, смешанная с кровью единорога. Девственного. Поэтому я надеюсь, что это должно выдержать, друзья. Пока держит, пока держит. Веселячий газ у нас не кончился, поэтому должно быть все хорошо. Мы стремительно приближаемся к высоте 5800 метров, друзья. Глушители сознания, которые на этой горе расположены, пик-тык-тык-тык-тык, нам не мешают. Слишком вертикально лусь надо поднимать. Не хватает угла наклона. Они не рассчитывали, что мы так сможем хитро к ним подлететь. И смотрите, смотрите на эту картинку, друзья. Сейчас я вам сделаю круг. Сейчас мы пробьем ответку 5800. Высшую мы, к сожалению, не можем. Вот смотрите, как это будет. Потому что, как вы знаете, сверху расположена небесная твердь. Вот она, 5800. Если мы ударимся об нее нашим магическим планером, то мы ударимся об небесную твердь. И пойдем стремительно вниз. Капайл, вот я взял управление. Смотрите, друзья, картинку восхитительную с неба. Как выглядит наша Земля с высоты 5800 метров. Вот она, правда. Мы показываем вам всю правду. И ничего, кроме правды. И вы можете сами убедиться, какая Земля плоская или круглая. Нам очень много пришлось пережить сегодня, чтобы достичь этого результата. Сейчас мы наблюдаем снизу, что к нам пытается пробиться еще один летательный аппарат. Наверное, идет на перехват. Как вы слышите, вот там сзади вовсю гудит магическая изолента. Мы ее специально сделали. Она специально в нужный момент отклеивается и создает определенный звук. Вот сейчас мы его выключили. А вот сейчас мы его включили. И этот звук отпугивает рептилоидов, которые давно бы отправились на наш перехват, если бы не вот эта магическая шапочка. Вот она держит излучение и не дает рептилоидам изменить наше сознание. Мы вам показали полностью, как она, Земля, какая она. Давайте я сейчас открою форточку и вы сможете без фильтра все увидеть. Друзья, за нами погоня. Погоня. Посмотрите. Я снял, только я снял шапочку. Это было ошибкой. Мне нужно было подумать над щитой всего сущего. И представляете, сразу рептилоиды засекли и прислали погоню. За нами гоняется чужой планер. Но мы так просто не сдадимся. Мы его догоним. Догоним и посмотрим его в глаза. Посмотрим, кто там на борту. Рептилоиды, контролирующие всемирное правительство. Или такие же исследователи-пилоты. Потому что мы договорились со всеми. Летим доказывать, что Земля плоская. Ну-ка. Смотрим, что это написано. Друзья, планер двухместный летит с нами. Сейчас заглянем в кабину. Посмотрим, рептилоид он или нет. На хвосте ничего не написано. Наверное, маскируется. Хосит под рептилоида. Снимает контент огонь. Сейчас мы подойдем под ним. Пониже. Снимаем, фотографируем. Итак, все убедились в неопрорежимых доказательствах, что мы сегодня с помощью магии, защищенные специальной шапочкой, с шлемом, вдыхая магический газ, но даже не магический, мыслящий газ. Используя вообще все достижения магических технологий, мы смогли подняться, наконец-то, на высоту 5800 метров. И вопреки заговору мировых правительств и рептилоидов, наконец-то открыть человечеству правду, что какая же на самом деле Земля есть. Я считаю нашу задачу выполненной. Мы с моим Капаевым молодцы. Можете нам ставить, хвалить нас вовсю и радоваться тому, что наконец-то вот этот вот заговор растворен, что мы теперь знаем, что знаем-то карту настоящей Земли, что она плоская, что где-то в Антарктиде торчат какие-то ножки уходящие, и где-то там, наверное, под землей какие-то слоны стоят, ну или что-нибудь в этом роде. Тут уже не важно. Но вот вы видите, да, картинка-то не врет. Я даже петлю сделал, чтобы показать вам, какой горизонт плоский. Если хорошо задуматься, если надеть шапочку с защитой мозга от излучения рептилоидов, если грамотно выйти над тарелками, которыми они излучают и дурят всю планету, какую планету, всю нашу плоскую Землю, то вот так можно вырасти. И здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Я надеюсь, что вы с первых же слов надеюсь, что сразу осознали эту шутку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова